В этом видео только посмотрите при обновлении страницы красивый эффект preloader, предзагрузки с вашим брендом, логотипом, заголовком, пока страница загружается. Естественно, когда этот плагин включить, это будет работать на всех страницах, на всех категориях. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, плагин preloader, урок номер 4. В прошлых видео я показал вам разработчика и рассказал о его бесплатных плагинах, что такое эмоджи, лайк, дизлайк, возможность комментариев, время чтения. Кто не смотрел, обязательно посмотрите очень полезный контент. В этом же видео мы с вами рассмотрим плагин preloader, предзагрузка, пока ваш сайт загружается. Плагин бесплатный, сейчас вы видите страницу в репозитории Joomla. Все ссылки на скачивание плагинов я оставлю в описании к данной статье на сайте fedorvasiliv.com. Давайте посмотрим настройки данного плагина. Установлю данный плагин на свой тестовый сайт. На самом деле это не плагин, а модуль. Перетаскиваем модуль, устанавливаем на Joomla. Видим, что установка модуля успешно завершена. Давайте перейдем к настройкам данного модуля. Вот его название, находим его здесь, включаем его. Открываем. Заголовок, вот этот заголовок, естественно, нам здесь это не нужно, мы его скрываем. Здесь самое важное определиться с шаблоном. У всех шаблонов должен быть такой вот техническая позиция модуля debug. Если нет, вы можете просто вот здесь написать по-английски debug. То есть, по идее, у него такой позиции так и не должно быть, потому что он как бы на всем сайте работает. В общем, я выбрал debug. Состояние опубликовано. Данный модуль имеет свои стили кнопок, стилизованные, да, поэтому они здесь выглядят немножко по-другому, чем у Joomla. Переходим на вторую вкладку, рассмотрим, какие есть настройки. Привязать к страницам. В данном модуле нет возможности исключать страницы, но вы можете задать, на каких страницах отображать данную предзагрузку. Вдруг на каких-то страницах вам не нужно вот этот эффект предзагрузки. Тогда вы выбираете только на выбранных страницах и галочками отмечаете те страницы, где модуль будет работать. Или выбираете на всех страницах. Дальше настройки. Ну, самое, в принципе, интересное. Чтобы preloader можно брендировать было под ваш сайт. То есть загрузить ваш логотип или любой элемент для preloader. Давайте я нажму на кнопку выбрать и загружу свой логотип. Ну, или просто повешу логотип Joomla. Дальше preloader text. Это тот текст, заголовок, который будет рядом с вашим логотипом. Текст, заголовка можете выбрать здесь. И загрузка. Background color это у нас получается фон. Заливка фоном. Ну, цвет делаем белый. Цвет текста. Дополнительный параметр рассматривать не будем. Это штатный функционал всех модулей Joomla. Но он никак практически не влияет на наш модуль. Внешние ссылки это на самом деле относится к другому плагину, о котором я рассказывал в рамках другой статьи. И права доступа здесь мы ничего не трогаем. Давайте сохранимся. И посмотрим, как это выглядит на самом сайте. Смотрите, вы видите, фон загружается. Логотип, текст. Перейдем в статью. И видим то же самое предзагрузка. Смотрится симпатично. Согласитесь. А в следующем видео вас ждет бесплатный плагин, который будет подсчитывать количество знаков в вашем title, description и в заголовке. Если вы хотите точно соблюдать количество слов, которые будут входить в сниппет выдачи Яндекса и Google. Не пропустите. ПОДПИШИСЬ!